А, Светочка, какой следующий вопрос ты озвучишь? Вот я бы хотела тогда, Александр Сергеевич, ты задал вопрос, бег, плавание, велосипед, что предпочтительнее? Ну, наверное, есть люди, которые любят бегать, но бег я бы, наверное, не всем рекомендовала, потому что бег – это, чтобы бегать, нужно понимать, по какой бы ты будешь бегать в плоскости, чтобы это либо были какие-то желательные, ну, что-то типа лесных дорожек, либо специальное покрытие, либо специальные кроссовки, которые стоят достаточно хороших денег таких, да, потому что это же наши колени в первую очередь, да, и наши суставы, которые очень быстро выщелкиваются при беге, и это такой, кажется, с одной стороны, что это такой простой вид спорта, но на самом деле к нему нужен очень-очень-очень такой подход, очень аккуратный, очень осторожный. Поэтому бег – это, наверное, на любителя, и еще лучше не просто на любителя, а именно на человека, который готов эту тему немножечко хотя бы изучить и углубиться. Что касаемо плавания, плавание – это здорово, но плавание все-таки я бы рекомендовала, наверное, в природных источниках, потому что сама я в бассейне плавать уже не могу давно, я не могу даже всем, ну, не в каждом городе, например, я могу даже принять душ, даже холодный, потому что вода некоторая, в Екатеринбурге я не могу без холодной воды, мне все равно нужно принять холодный душ, ледяной. Здесь, слава богу, что вода действительно ледяная, у нас такой холодной воды нет. Вот, и это клево, что она такая холодная, но после нее очень сильно стягивает кожу. И вот я потом сижу, и, наверное, минут 10 я прихожу в себя, потому что, чтобы она у меня как-то вот перестала вот так вот стягиваться. Вот, поэтому плавание, конечно, хорошо, но все-таки природные источники я бы порекомендовала. А велосипед? Ну, велосипед, мне кажется, это для любого возраста, для любого веса, для любой подготовки. Его можно хоть кому, причем сейчас велосипеды есть, они же есть для взрослых и трехколесные. Нам же не сам факт, не обязательно же его выравнивать, а именно кому-то нужно проработать дыхание, проработать там какие-то группы мышц, которые можно не обязательно на двухколесные. Ну, по крайней мере, у нас в Краснодарском крае сейчас велосипедов каких только нет. Поэтому это, наверное, это самое доступное для всех, самый доступный кардиотренажер для всех. Спасибо. Спасибо. Спасибо.